Шахида Каримовна арендует небольшой магазин по улице Мамытова. Женщина в отчаянии рассказывает, что доход от продаж небольшой. А теперь придется еще и возмещать стоимость компрессора от витринного холодильника ценой в 50 тысяч тенге. Потому что мотор перегорел из-за перебоев в электросети. Вот холодильник, например, сгорел, потому что бывает перебой. А когда выключается, выключают энергию, приходится выключать. Вчера, например, три раза отключался. И отключался он как? Отключается? Минут через 15-10 опять включается. Это надо как? Бегать туда-сюда. Вовремя подготовить материал к эфиру – одна из главных задач журналистов. Однако регулярные скачки электрического напряжения делают эту цель невыполнимой. Компьютеры отключаются по 10 раз в день, не позволяя написать текст и смонтировать сюжет. Не говоря уже о включении кондиционеров. Напряжение в сети колеблется от 140 до 170 вольт. Вот такая свистопляска с электричеством у нас уже с середины июня месяца. Горят блоки питания, горят лампы. А кто будет за это отвечать, неизвестно. Звонили в энергопоток. Нам сказали, что это не от них зависит. Это употребление идёт выше нормы. И поставщик поставляет такое напряжение. А специалисты ответственной компании «Онстых жарах», напротив, уверяют, что проблем с поставкой электроэнергии нет. И модернизация трансформатора проводилась совсем недавно – 4 года назад. Поэтому нарушений с их стороны быть не может. Надо это всё расследовать, в чём причина была. Правильно ли их оборудование всё подключено. Правильно ли выбор автомата внутренней установки, который должен контролировать перепадное напряжение, во-первых. Потом мощность автоматов на токе, коротто замыкание, которые должны у них всё установить. Если всё по нормам, это всё будет разрешаться непосредственно после комиссионного расследования. Специалисты монополистской компании при возникновении скачков напряжения сети электропередач или прочих неполадок с электричеством рекомендуют обращаться в диспетчерскую службу «Онстых жарах» по Абайскому району по номеру 357448. Они, в свою очередь, обязуются отправить к дому заявителя бригаду сотрудников, которые выяснят причины неисправностей. Субтитры создавал DimaTorzok